Добрый день! Хочу рассказать вам об особенности установки наличников в коробке межкомнатных дверей, которые сделаны из цельного массива дерева. Дело в том, что обычно все изделия, они МДФ. Вот этот вот наличник, который я использую, заказчик купил для дверей, он из МДФ, а коробка из дерева. Так вот, коробка, телескопическая коробка, в ней профразирован паз. Этот паз должен совпадать по толщине, с толщиной нашего наличника, крылышек наличника. Но, к сожалению, дерево обладает таким свойством, после фрезеровки оно немножко расширяется в волокнах. И теперь этот наличник с большим трудом туда залазит. С большим трудом. То есть, вот маленькие кусочки я могу запихнуть, а целую палку, я сейчас покажу. Вот, видите, с большим трудом. То есть, настолько, что нужно его забивать. Если мы начинаем забивать такой наличник, любой такой наличник, у него, видите, какая тонкая, край какой, он ломается. Очень легко ломается. И можно испортить весь свой поганаж. Так вот, что нужно делать? Видите, я очень аккуратно должен его достать. Для того, чтобы он туда залез, нам самый лучший вариант, это снять фаску. Взять рубаночек и рубанком снять фаску. Заострить этот край, сделать его тоньше. Прямо на заходе, не весь, а только на заходе, чтобы он заходил. Видите, этот наличник, я уже прошел фаску рубанком, она заострена, краешек снят, он стал тоньше. И его легче поставить в этот фас. Вот, видите, я практически руками это делал. А предыдущие разы мне приходилось его подбивать. Можно и подбивать, но делать это надо очень аккуратно, постепенно. То есть, один край погрузили и молоточком через проставку, через что-нибудь, чтобы не повредить наличник, мы подбиваем и сажаем его на место. Вот такая особенность. Учтите, если вы используете деревянные коробки, то они, скорее всего, вам не позволят очень быстро и легко устанавливать наличник. Будьте к этому готовы. Не испортите свои изделия.